Благоустройство набережной в Зеленогорске будет продолжено. Что еще построят на излюбленном горожанами месте? Практически единогласно жители склоняются к тому, что вот этот отрезок набережной должен быть отрезком для такого классического парка с функцией тихого отдыха, с функцией прогулки. Воспитать юных исследователей. Свой 21 сезон открыла Шушенская интеллект-академия. Главное их увлечь, подтолкнуть немножко, ну и поддерживать их интерес. Праздник спорта в Лисосибирске состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам. Все хорошо, все будет успешно, потому что уже катались, все уже проверено. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концепция парка для прогулок родителей с колясками или уединения с книгой нашла свое отражение в функциональном наполнении. Задача не переделать участок набережной, а улучшить, не изменяя его изначальное предназначение, отмечает главный архитектор. Скамейки в тени деревьев и множество поперечных дорожек для неспешных прогулок придутся по душе любителям отдохнуть на свежем воздухе. В этом проекте мы попытались провести дорожки таким образом, чтобы, во-первых, пешеходам было удобно, чтобы появились удобные пешеходные связи, во-вторых, чтобы эти дорожки проходили в местах, скажем так, удобных для расположения лавочек, и чтобы лавочку можно было расположить в тени деревьев, ну и самое главное, мы располагаем лавочки с видом на реку. Также проектом предусмотрено функциональное и при этом декоративное освещение парка. А настоящей изюминкой должны стать три гамака из прочной ременной стропы. Такие уличные конструкции зарекомендовали себя за пределами России и набирают популярность в нашей стране. Предусмотрели и возможности для предпринимателей. Для того, чтобы можно было разместить объекты, например, общественного питания. Это, может быть, небольшие киоски или какие-то павильоны. И мы планируем к этим объектам, включая их в схему размещения национальных торговых объектов, добавить еще необходимую функцию общественного туалета. К благоустройству подрядчик должен приступить уже будущей весной с приходом тепла. В Шушенской школе состоялось праздничное открытие 21 сезона «Интеллект-академии». Это объединение одаренных ребят уже с богатой историей, а главное – с достойными результатами. Школа в этом году в статусе краевой инновационной площадки по выявлению и сопровождению талантливых детей. Нам есть чем похвастаться, и мы любим это делать. У нас из года в год растет количество участников академии, и даже сегодня мы планировали одно количество ребят приглашенных. Пришли намного больше ребят, и несмотря на ситуацию их не остановить, они идут с удовольствием. И результативный блок у нас очень хороший. Эти ребята уже с ранних лет определили круг своих интересов. А благодаря национальному проекту образования в третьей школе был открыт центр «Точка роста», который выводит работу «Интеллект-академии» на качественно новый уровень. Технические возможности для исследовательских работ с появлением точки роста, конечно же, у нас усилились. 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 Появились квадрокоптеры, появились шлем виртуальной реальности, появились новые ноутбуки, появилась возможность делать робототехникой, заниматься робототехникой. Учителя прошли соответствующие курсы. В день открытия сезона ребята получили задания, из которых, возможно, родятся темы для новых исследований. У меня была последняя исследовательская работа – это происхождение танцев. То есть название танцев или само происхождение их, откуда они пошли. У меня была последняя работа – это в рассказах неких авторов, не таких известных, как Кушкин, а вот которые родились и в маленьких деревнях, и их вот в произведениях я анализировала, их судьбу в их произведениях. Я думаю, что главное их увлечь, подтолкнуть немножко, но и поддерживать их интерес. Хорошей мотивацией для одаренных школьников служит пример товарищей, чьи работы были оценены на серьезном уровне. Это была исследовательская работа на тему создания чат-бота для помощи учащимся в школе. То есть он рассказывал темы, которые преподаются в школе, ну, кратко все, по запросу ученика, естественно, и мог легче учиться. Это очень помогало во время дистанционного обучения. Задача интеллект-академии – помочь школьникам выявить свои способности и с самого юного возраста заинтересовать их исследовательской деятельностью. И, как показывают результаты, с этим объединение справляется отлично. Краевая газета «Наш Краснодарский край» рассказывает о концепции развития поселка Шушенское, которая презентовала агентству по туризму. Идею представили губернатору Александру Усу. Шушенское может превратиться в центр ремесленного мастерства всей Сибири. А это, в свою очередь, привлечет туристов, поможет развитию музея-заповедника и благоустройству самого поселка. Первые мероприятия должны быть определены уже до конца этого года. В Балахтинском районе наградили тружеников сельского хозяйства, рассказывает местная газета «Сельская новь». Глава территории, поздравляя, подвел краткие итоги уборки урожая и поблагодарил всех работников. По сбору зерна Балахтинский район стал третьим в крае, а по урожайности – восьмым среди 37 территорий. Неплохо идут дела и у животноводов. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 5%. Лисосибирск вошел в число победителей краевого конкурса «Самый читающий город», рассказывает газета «Заря Енисея». Всего на конкурсе было представлено 19 заявок. Особое внимание уделялось библиотечной жизни в онлайн-режиме, проведению литературных состязаний, прямых эфиров, вебинаров, акций и созданию видеоклипов. Проект городской библиотеки Лисосибирска «Читаем с Глашей» занял почетное третье место. В Ингольской школе Шарыповского района провели уроки гражданской обороны, на которых побывали корреспонденты газеты «Огни Сибири». На занятиях ребята отрабатывали навыки безопасного поведения в различных ситуациях, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи. Ученики начальной школы посмотрели поучительные фильмы. В заключении всех мероприятий провели конкурс рисунков «Спички детям, не игрушки». Редакция газеты «Присаяние» рассказывает о школьном лесничестве Саянского района, которое существует уже несколько лет. В этом году юные лесоводы вошли в число победителей конкурса «Экологический патруль». Команда Саянского района представила проект после пожарного восстановления лесного сообщества. Ребята получили комплект современного оборудования для своих дальнейших исследований трех стихий природы – почвы, воздуха и воды. Стартовали самые масштабные соревнования по стандартам WorldSkills в Красноярском крае. В Канске на протяжении недели в стенах технологического колледжа в рамках 8-го открытого регионального чемпионата молодые профессионалы будут работать площадки по компетенциям веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, IT-решения для бизнеса. Эксперты говорят, направления сейчас актуальны и крайне востребованы, а навыки и опыт, которыми овладевают участники движения WorldSkills, просто бесценны. Одно только прохождение испытаний дает ребятам 100 очков вперед, ведь участие в чемпионате становится для них некой визитной карточкой профессионала. Вообще, в принципе, стандарты WorldSkills довольно высоки, но на самом деле тут все упирается именно в отраслевые стандарты. Веб-разработка – это одно из лидирующих направлений в IT-сфере на данный момент, и в принципе специалисты здесь крайне сильно востребованы, и развивать это направление нужно в первую очередь. Участие в отборочном этапе по IT-компетенциям принимает команда из Красноярска, Каннска, Ачинска, Девногорска и Зеленогорска. Всего порядка 35 школьников и студентов. Напряженной будет борьба за место в краевой сборной и участие в национальном чемпионате. Второкурсник Ярослав Мурашкин сегодня на площадке веб-дизайн и разработка в качестве эксперта. А еще в прошлом году был на месте участников. Со школьной скамьи он увлекается компьютерами. Участвовал в юниорских соревнованиях. Там я взял третье место. Такой результат меня не сильно устроил, поэтому я решил дальше тренироваться и поучаствовать уже во взрослой ветке. Там я в прошлом году занял первое место на региональных соревнованиях. Дальше прошел отбор на национальный финал. Также его успешно прошел и в итоге взял медальон за профессионализм на национальном финале. В 2014 году все начиналось с одной компетенции, а на сегодняшний день на базе Каннского технологического колледжа развивают 12 направлений. В копилке уже почти четыре десятка медалей и три медальона национального финала WorldSkills. Есть чем гордиться. Ребята соревновались между собой, между студентами данной специальности. Мы сравнивали свои силы со студентами других образовательных организаций. Ну и, конечно, нам поможет то, что самая сильная материально-техническая база, которую обладаем мы, она только у нас. И я думаю, что кадры, эксперты, которые готовят наших ребят, они понимают уже все сложности и барьеры, которые нужно преодолеть для того, чтобы стать чемпионами. Мы надеемся, что наши ребята попадут в сборную Красноярского края. Участие студентов колледжа в чемпионатах WorldSkills Россия показывает неизменный рост интереса к мировому движению. Достойные выступления на соревнованиях такого уровня, несомненно, станет для них хорошей путевкой в профессиональную жизнь. Они уверены в том, что Каннский технологический колледж – это стартовая площадка для высокопрофессиональных кадров, востребованных на рынке труда. Уже за час до начала соревнований спортсмены начали собираться на трассе Мозалевского, разминаться и готовиться к гонке. Участниками соревнований могли стать все желающие, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки. Гоночную дистанцию преодолели не только жители Лиссасибирска, но и Енисейска и Енисейского района. Любителей активного образа жизни не напугала морозная зимняя погода. Погода благоприятствует. У нас были времена, когда мы и в 30 градусов проводили. Настроившись на гонку, участники заняли свои позиции. В этом году старт был раздельный, а дистанция для каждой категории разная. Два километра – самое маленькое расстояние преодолели девочки 12-13 лет и женщины старше 55. А самую длинную дистанцию – 7,5 километров – предстояло проехать юношам и мужчинам от 16 до 39 лет. Погодные условия вносят свои коррективы в проведение соревнований. Если любитель или человек, впервые вставший на лыжи, не вдаётся в подробности, то спортсмены, постоянно занимающиеся лыжами, знают все тонкости подготовки оборудования к гонке. Интересно, захватывает скорость. А лыжи как-то надо специально готовить? Да, надо снимать, мазь, когда едешь коньком. А если едешь классикой, надо наоборот намазать, чтобы они сильно не скользили. Открытие зимнего сезона – долгожданное соревнование, благодаря которым спортсмены и любители смогли выбраться на свежий воздух и провести время в атмосфере праздника спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова